С 5 до середины 8 века образованный на территории Галии францским государством, которому было суждено распадаться и собираться вновь, объединяя территории современных Франций и частично Италии, Германии и стран Бенилюкса, правили короли из династии Мировингов. Длинноволосые и воинственные германцы, при которых христианская культура причудливо пересекалась с языческой, могли бы показаться настоящими варварами, но в определенном смысле эти ребята были куда большими римлянами, чем сменившие их в итоге королинги. Итак, во-первых, государство Мировингов создавалось тогда, когда память о Западной Римской империи еще была повсеместно жива, как жива была и повсеместно эта западная римская культура. Во-вторых, Мировинги были верховными правителями, которым, в общем-то, было на... Эх, вернуть бы Римскую империю с ее культурой. ...плевать на мнение своих вассалов. Они были абсолютными владыками своих государств, что, в общем-то, роднило их с традицией... ...намного лучше, чем какой-то Евросоюз обоссанных... ...римских императоров. В-третьих, лояльность своих армий и, собственно, вассалов они обеспечивали военной мощью и деньгами, точно так же, как это когда-то делали все те же римские императоры. И, в-четвертых, деньги, необходимые для вот этого всего вышеозвученного, они так же, как и римские императоры когда-то, добывали с помощью единой системы налогов и пошлин. Впрочем, еще при этом они были настоящими германцами, чье поведение скорее напоминает о суровых чуваках, мочивших римлян в темных тептонских лесах, нежели героев рыцарских эпосов и легенд. Они, не стесняясь, занимались кровной местью, мочили врагов и друзей, ближних и дальних родственников и не очень задумывались о какой-то там рыцарской чести и христианской морали. Вот у нас на канале, например, был... Ну, кровная месть — это форма их представления о чести и благородстве, на самом деле. Видос про воины Брунгильды и Фейдегонды. Точнее, один из аспектов вот этих представлений о благородстве. Можете посмотреть, там настоящий фарш и мрак. Это, кстати, соединяется в слово «фарш-мрак». Простите. Собственно, как раз к этим войнам началось... Отсылка к еврейской фаршированной рыбе, куда без этого? ...становиться понятно, что что-то неладно во франкском королевстве. Бесконечные войны с родственниками в итоге привели к тому, что королям мировингов пришлось раздавать королевские земли вассалам, постепенно утрачивая источник своей власти. Со временем это обернулось достаточно глубоким кризисом государственной власти. На протяжении ста лет всего седьмого столетия династия утрачивала влияние и контроль над вассалами, пока ее, собственно, не свергли к чертовой бабушке. И главный тут вопрос, почему им вообще пришлось расплачиваться с вассалами с землей? Хотя, возможно, вы меня поправите и скажете, что главный вопрос тут, при чем тут арабы, Егорка? А дело в том, что к целому комплексу внутренних проблем, которые были у мировингов, к седьмому веку добавилась еще одна. Арабский халифат, который, как я уже сказал, вообще все переиграл на Средиземном море. И, собственно, его появление-то и стало финальным гвоздем в крышке гроба династии мировингов, хотя, возможно, они сами об этом и не догадывались. Понимаете, дело в том, что еще за добрые сто лет до реальной встречи... А вот перешли бы в ислам, и все было бы хорошо. ...в сражении францких и арабских воинов арабы уже настолько сильно повлияли на ситуацию в Европе, что мало никому не показалось. Если на востоке Средиземного моря продолжалась торговля между Византией и Венецией, Италией и всеми-всеми-всеми, то на западе дела обстояли гораздо печальнее. С момента ухода креков наблюдался один и тот же тренд — затухание товарообмена между такими территориями, как Испания, Юг-Галия и Север-Африки. Изначальный автор этой концепции влияния арабского халифата на историю Европы Анри Пиренни утверждал, что торговля прекратилась одномоментно. Более поздние археологические исследования демонстрируют, что этот процесс происходил постепенно, но суть от этого не меняется. На протяжении 7-го и 8-го столетий торговые отношения, которые существовали в Западном Средиземноморье, постепенно умирали. И постепенно они исчезли совсем. Дело в том, что помните, что было у Византии? Так вот, у франков никакого военного флота не было. А арабы то ли не были заинтересованы, то ли не были на самом деле способны обеспечивать на море такой же порядок, какой обеспечивали в свое время византийцы. У арабов корабли были такие специфические, интересные. Они очень сильно отличались от того, на чем европейцы плавали. То есть там и устройство паруса, и устройство самого корабля. Запад Средиземного моря стал кишить пиратами и налетчиками... Но, тем не менее, они плавали и в Индию, и, собственно, вплоть до Юго-Восточной Азии. ...всех мастей, что привело к росту популярности пиратских песен, смерти римской культуры и, в общем, еще ряда других занимательных событий. Некогда великий торговый порт Марсель постепенно чахнет и превращается в былую тень самого себя. При дворе мировингов, где всю жизнь вся документация велась на папирусе, вдруг начинают использовать пергамент. Папирус, который раньше доставляли с Востока, исчезает практически полностью. Со складов пропадают пряности и благовония, которые теперь становятся крайне дорогими предметами роскоши. Шелковые ткани теперь можно встретить только в редких запасниках отдельных церквей. Вино перестают... Отрезали от шелкового пути. ...привозить из газа, а в церквях начинают жечь восковые свечи. Оливковое масло, которым в том числе раньше заправляли лампады, больше почти не появляется на торговых складах. Все это мы знаем из хозяйственных документов, датированных восьмым веком. Конечно, торговля полностью не исчезла, и значительная ее часть сместилась на север, там, где торговали фризы и викинги до начала эпохи своих знаменитых походов. Но, тем не менее, она сократилась до просто неприлично малых размеров. Еще одна яркая характеристика это сокращение оборота золотых монет. Настолько сильное, что уже королингам придется практически полностью перейти на серебряную монетную систему. Что, в общем, тоже свидетельствует исключительно о снижении роли торговли в обществе. Единое экономическое пространство, которое раньше объединяло и Восточный Рим, и Франков, и Вестготов, теперь было разрушено вследствие арабских завоеваний. А самим арабам было, в общем-то, следить за его сохранностью совершенно неинтересно и несподручно. Нет торговли, нет пошлины налогов с товарооборота. К тому же нет ресурсов и рынков для ремесленников и профессиональных торговцев, которые также платят налоги. Без налогов денег начинает не хватать, а именно материальные ресурсы – основа легитимности мировингов. Без денег приходится обращаться к тому, чтобы дарить и закладывать землю, но подобное решение теперь несет куда больше рисков, чем раньше. Ведь разорение класса профессиональных ремесленников и торговцев ведет к упадку их реала обитания – городов и оттоку населения прямиком на поля. Не город, а замок, окруженный деревнями и полями. Деурбанизация происходит. Становится основным жизненным пространством, а земля превращается в основной ресурс. Значительно... Надо было вставить кадры из, значит, этих фильмов Монтипайтона про короля Артура. ...более ценные, чем раньше, ведь в сельском хозяйстве... Во-во-во-во-во-во! Слушайте! Прямо, прямо я читаю мысли автора данного ролика. Причем я в первый раз же это вижу сейчас. Сейчас будут дебаты между королем Артуром и крестьянином про анархо-коммунизм. Если белая женщина спит с черным, то потомство уже никогда не будет белым. Как в таких условиях при активном росте черно-желтого населения белой раси сохранится? Ну, во-первых, генная инженерия существует. Да, и всякие там вот эти вот проектирования фенотипа при помощи там закладывания генов и так далее. А во-вторых, в любой популяции большая часть людей она выбирает себе половых партнеров из своей же собственной этнической группы. То есть какое-то смешение, оно всегда в статистике, ну, какие-то периферийные только числа, такие незначительные, занимает. Опять-таки, если мы не сталкиваемся с искусственно инспирированным массовым миграционным потоком. Поэтому тут, как бы, отвечая на твой вопрос, первое, это то, что большинство представителей любой этнической группы, они при выборе партнера сохраняют верность своей этнической группе. Второе, это генная инженерия. Третье, это не надо инспирировать массовых миграционных процессов. Виноватых все, кроме жидов. Не одобряем антисемитизм. Спасибо, Павел Эрст и солнышко. Такое ощущение, что тебя подменили или кто-то под твоим ником донатит. Задействуется все больше и больше людей, а в городских ремеслах и торговле все меньше. И этот ресурс, как и деньги, и, собственно, власть, мировинги начинают терять. И теряют они его на протяжении всего 7 века. И в конце этого кризиса их сменяет другая династия каролингов. Но тут гораздо важнее не то, что одни чуваки на троне сменили других чуваков на троне. И даже не то, что теперь пятиклассники могут посмеяться над именем Пипина Короткого. Но действительно важно то, какие культурные и общественные изменения сопровождали весь этот процесс. Мировингов сверхдедушка Карла Великого, Карл Мартелл. Пипин, отец Карла, провозгласил себя королем Франкот. Карл Великий стал отцом всей средневековой Европы. Отличное имя. Одним из главных его достижений, о котором написано во всех учебниках, стало создание института рыцарства. Он начал раздавать землю за присягу и службу. Сам не зная, он создал систему вассалитета. Получая из рук монарха землю, вассалы присягали ему на верность и обещали привезти своих воинов в случае чего. Однако редко говорят о том, почему он выбрал именно такую систему. Ответ же в том, что у него, в общем-то, не было особого выбора. Пытаться содержать армию за деньги по образу мировингов, ориентировавшихся на римские легионы, попросту было невозможно по причине отсутствия этих самых денег в достаточном количестве. Соседей же, которых можно было завоевать и чью землю потом раздать, было в избытке. Однако, хотя сам Карл пытался обуздать, феодалов, естественно, это ни к чему не привело. Точнее, это привело только к еще большей децентрализации, где король в итоге стал лишь первым среди равных. А отдельные феодалы в итоге часто оказывались сильнее и богаче монарха. Та самая феодальная раздробленность. Исчезает и единая налоговая система. Остаются отдельные пошлины, но централизированного сбора налогов больше нет. Их уже даже банально некому собирать. Да и как, если каждый отдельный вассал сам себе во многом король. Цены все чаще указываются в зерне и скоте, потому что эти две производные от земли становятся куда важнее, нежели абстрактные деньги. У всей этой децентрализации было еще одно интересное последствие, лежавшее вовсе не в области политики или экономики. Да, зерно и скот это продукт. То есть не продашь, так сам съешь. И такой раздробленность. Особенно в условиях голода, неурожая и так далее. ...европейских земель на задний план отходит латынь, как единый язык. И все больше и больше, больше и больше значения играют местные региональные языки и диалекты. По крайней мере, это происходит в плане устной речи. Письменная все равно стремительно вырождается, оставаясь только в церкви, где продолжает использоваться латынь как универсальный инструмент, связывающий воедино самых разных представителей западного христианства. Итальянцев, франков, англосаксов, ирландцев и так далее. Таким образом, к праву утверждать королей христиан... ...наглосаксы, как их называют в России. ...христианская церковь приобретает еще одну важную черту. Она становится основным хранителем письменных знаний, а вместе с этим и культурой в целом. Теперь образованные люди в основном священностные... ...ну и международная дипломатия между разными католическими странами с разными монархами. Церковь-то до определенного момента она везде была одна и та же. ...служители, из-за чего важнейшие административные должности тут и там теперь занимают епископы и становясь советниками королей и важнейшими людьми в государстве. Тем более, что из-за отсутствия необходимости поддерживать обширную налоговую и чиновничью инфраструктуру, церкви и монастыри полностью покрывают кадровые потребности франкского и других королевств. Благодаря всему этому в классической средневековой социальной троице духовенство, знать и крестьянство теперь уверенное первое место держит церковь. Заметьте, что в этой троице нет ремесленников или торговцев. Эти классы фактически исчезают после 7 века. Имеются в виду, конечно, профессиональные торговцы, потому что всякие там крестьяне на локальных рынках продолжают торговать, но это не их основная сфера деятельности. Более того, теперь профессиональная торговля еще и считается грязным делом, потому что, ну, помимо официальных поставщиков для двора, этим занимаются, да, вы правильно догадались. Жизнь вокруг... Евреи. Да, ну и расставщической деятельности тоже, потому что давать деньги в рост — это плохо. То есть это такой способ извлечения прибыли потом будет легитимизирован только после реформации. Но, с другой стороны, Мартин Лютер, если мы почитаем, что он про евреев писал, то там всякие гадости ужасные антисемитские, то, что мы не одобряем, конечно. Обмена товаров и денег, а также вокруг выдачи суд, теперь вертится только у одной конкретной прослойки. У евреев именно в средние века антисемитизм начинает расцветать еще пуще былого. Имеющие связи по всему Средиземному морю в силу своего происхождения евреи не так сильно страдают от отсутствия морской торговли в Западном Средиземноморье. Очень скоро они налаживают сухопутные маршруты между Западной Европой и все той же Италией, где к тому же становятся все больше и больше известны не только как торговцы, но еще и как банкиры и кредиторы. Профессионализм в той области, которая не вписывалась в хозяйственный порядок, установившийся в средние века по всей Европе, прицаемая практика суд, все это добавилось к традиционной ксенофобии, которая к тому же усилилась низкой мобильностью и как следствие низкой культурной терпимостью средневекового общества. Деурбанизация, децентрализация и система василитета. Церковь, которая играет все большую и большую роль в государстве, с которым она практически слилась. Замкнутость экономики самой на себе, махровый антисемитизм и прочее, и прочее, и прочее. Я бы не назвал его махровым. Все эти явления, которые для нас формируют средневековье, как ни странно, проистекают вовсе не из той точки, которую мы привыкли считать концом античности и началом средних веков. Я имею в виду тот самый 407... Махровый антисемитизм это сейчас, а тогда прям жесткий был очень антисемитизм. ...56 год и падение Западной Римской империи. Именно арабские завоевания окончательно изменили облик Средиземного моря и Европы, и, в конце концов, возможно, именно арабов стоит называть авторами того самого Средневековья. Конечно, это только одна из моделей, но, будучи придуманной порядка 100 лет назад, она все еще находит новое... Короче, сейчас набегут христианские консерваторы в комментарии, засрут там ему все, что типа, вот, арабов хвалит злодей, как можно... ...подтверждения, и все еще остается довольно популярный у историков, даже более популярный, чем тогда, когда она впервые была высказана. Однако для меня важно даже не то, что она весьма увлекательна и убедительна. Для меня по-настоящему важно то, что она иллюстрирует то, как на нашу жизнь могут влиять события, которые, казалось бы, совершенно с ней не связаны. А еще то, что эта самая наша жизнь значит намного больше, чем имена каких-то там чуваков, которые где-то сидят на троне. Спасибо патронам и патронессам, которые проголосовали в нашем традиционном голосовании за тему арабского халифата на Патреоне. Я надеюсь, что в следующих роликах, собственно, арабов больше внимания. Месяц, неделя, пара дней. Кто знает, кто знает. Представляю, как будет грустить Рудой. Впрочем, ему тоже недолго осталось. Пипа хэппи, какой толк от донатов, если не можешь их потратить? Почему ты тратишь свое драгоценное время не на семью, а сидишь тут? Означешь что? Я вучу нейросеть на твоих образцах, сделаю искусственного ежа, буду разводить гайо. Можно будет просто крутить записи старых эфиров, на самом деле. Где-то на несколько лет контента. Спасибо, старуха. Спасибо, ты, солнышко. Да, Рудой очень расстроится, безусловно, будет плакать прям такой, ааа, я так хотел дебатов с арматом. Спасибо, ты, солнышко. Ну а пока, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте жать колокольчик и писать свои комментарии, нам все это очень важно, приятно и нужно. Ну и там шерпите это видео, и все такое прочее, вы сами и без меня это все знаете. Ну шо ж, неплохой ролик в целом. Такой небольшой исторический экскурс. Не, ну почему же на ровном месте? Евреи торговали, занимались расставщичеством, это вызывало неприятие у населения. Спасибо, Павел Эст и солнышко. Ну представь себе ситуацию, что кто-то рядом с тобой богатеет, а ты, значит, являясь религиозным и этническим большинством, беднеешь, а кто-то богатеет какое-то меньшинство. Вполне естественно, в общем-то, это меньшинство начать не любить, чем, в общем-то, люди и занимались активно.